сейчас я вам расскажу что будет в новой серии сериала и в печали и в радости не забудьте поставить лайк нашему видео сарп создает напряжение и ругается с мелисой мелиса очень нервничает когда мелисе становится скучно она звонит лейли домой когда она распадается она переходит к компании он не знает что делать арда также признается матери что любит лилу арда предлагает поужинать седой в компании за ужином седа пытается подвести итоги говоря что лейла больна в конце эпизода арда говорит сиде я люблю лилу после того как прихан понимает что лейла и есть это лейла она вместе с девушкой в офисе составляет план он просит лилу следить за тем чтобы она не допускала ошибок в работе он убирает важную работу которую нужно оплатить в этот день из своего расписания в комнате лейлы чтобы напомнить им она сообщает звонящим что ее зовут седа мать мираль сообщает мужу что адамы придут и спросят лейлу на выходных но женщина не может поднять этот вопрос с дочерью аслахан очень злится когда обнаруживается ошибка в компании он отправляет деньги наличными и закрывает ошибку когда он узнает что преступление принадлежит лейли он хочет ее предупредить когда арда защищает его он предупреждает ее не смешивать любовь с бизнесом сарп ввязывается в драку с кем-то выпивая в одиночестве в таверне он идет к лейле пьяный подозревая что лейла ее сын в это время виделись перехан также наблюдает за ними со стороны родители лейлы с подозрением относятся к голосам и возвращаются домой когда приезжает мелиса начинается комедия неразберихи мелиса волнуется когда телефон сарпа выключается когда она просит его дать ей время на следующий день и рассказать ей все напуганная девушка идет в дом перехана женщина убеждает мелису которая задает ей вопросы о прошлом сарпа что ее сын никогда не был влюблен когда сарп сказал мелисе что расскажет все лейла беспокоилась о себе своей семье и своей работе он находит молодого человека с выключенным телефоном на лодке он с облегчением узнает что не называет своего имени когда разговаривает с ним они идут на пляж с этой лодки собирают дрова и разжигают костер поскольку погода вот-вот испортится они не смогут отправиться на лодке и провести там вечер утром перехан идет в бухту куда ее сын всегда уходит побыть один видит там вместе лилу и сарпа и говорит многозначительное доброе утро лейла заявила что предложение о работе которое она получила в последнем эпизоде было сделано потому что этого хотел сарп он злится когда узнает что мужчина пытается его прогнать назло он начинает прикладывать больше усилий к свадьбе всем очень нравится его выступление на этот раз сарп пытается убедить лилу как сильно он любит мелису интересуется свадьбой пытается сделать ее счастливой и убеждает ее отступить и уйти госпожа перехан вспоминает что откуда-то знает лилу но не может найти откуда попытка познакомиться с ней кажется лейли раздражающей игрой госпожа перехан просит женщину из офиса собрать информацию о лейли в этом выпуске сериала добрый день и плохой день транслируемого на экранах звезды пока наша пара продолжает искать место для свадьбы они выбирают особняк на босфоре сарп купил особняк с видом на этот особняк только для того чтобы выйдя на балкон они могли видеть место где они поженились отец мелисы бюлент он жалуется на то что его не уважают никто из членов его семьи и что его не приближают к свадьбе дочери покупает отель только для того чтобы принять участие арда хотя он не может признаться в этом даже самому себе он несчастен потому что думает что лейла его парень хотя мелиса и говорит что адам не парень лейлы она не может смириться он ругает седу за что-то связанное с работой но затем покоряет сердце девушки он узнает от седы что у лейла нет любви переезжая в новый дом они используют вещи купленные для брака а затем спрятанные на хранение ее родители счастливы что лейла выжила вечером когда сарб подходит к дому и замечает что лейла наблюдает за ними они разговаривают адам когда она сообщает матери лейлы что они вечером куда-то пошли она становится очень счастлива халил придумывает план как заставить твоего отца проникнуться симпатией к адаму в качестве выгоды он приводит адама к халилбею у которого нет ученика перехан узнает адрес лейлы и приезжает к ней в район когда он встречает господина халила он застревает и не может провести расследование жена халилбея считает их искренними и недоумевает сарб составляет расписание на следующий день чтобы лейла и ее мать не смогли встретиться они идут на виноградник друга чтобы попробовать вина которые будут поданы на свадьбе оказывается они оба встретили и диза который как думал сарб будет в урле и диз тоже присоединяется к их игре они собирают виноград участвуют в сборе урожая виноградника и ночуют там на следующий день милисе предстоит примерить свадебное платье известного модельера время ограничено но девушка не может прийти так как заболела во время видеозвонка лейла выбирает свадебное платье он просит девушку надеть свадебное платье пока она примеряет свадебное платье в комнате сарпа входит мужчина тем временем перехан узнает от девушки из компании что лейла пять лет назад выжила в трамвае поскольку ее зовут лейла она внезапно спрашивает о школе в которой училась и понимает правду по имени которая слышит он немедленно идет в комнату сына смотрит на его школьные фотографии и видит на фотографии лилу лейла потеряла сознание в спальне сарпа когда входит милиса он приходит в себя и прячется за занавеской милиса начинает настаивать на том чтобы быть сарпом свеча случайно опрокидывается и занавеска за которой стоит лейла начинает гореть к счастью сарп отправляет мелизу и спасает лилу на этот раз лейла ненадолго заходит в гардероб там есть модель корабля которую он подарил сарпу когда милиса выходит выходит и лейла он встречает мелизу в холле отеля милиса которая не могла получить такого же внимания от своего возлюбленного с тех пор как сарп вернулся в замешательстве он делится своими проблемами с лейлой лейла успокаивает ее и убеждает девушку что сарп ее любит когда лейла возвращается домой и рассказывает сиди о том что произошло она понимает что родители ее слушают один или два раза лейла которая участвует в дуэли в нарды со своим отцом выигрывает право перейти в отдельный дом на верхнем этаже победив своего отца пока лейла занята обустройством своего нового дома милиса звонит ей и приходит на помощь вечером сарпу звонят и заставляют поработать на этом наше видео и в печали и в радости закончилась не забудьте подписаться на мой канал увидимся в следующих видео